Привет друзья трейдеры! Сегодня мы разберем один из ценнейших индикаторов платформы Trading Volume Terminal Кумулятивная дельта, которая определяет взгляд на рынок изнутри, который мы используем при анализе потоков ликвидности Мы знаем, что на рынке работает не только математика, но и физические явления, которые нельзя не учитывать при построении торговых стратегий Ее можно активировать в пункте меню индикаторы, кумулятивная дельта, выбираем активировать, нажимаем ОК Внизу появляется гистограмма, которая отображает разницу между рыночными или маркет ордерами на покупку и на продажу с накопительным итогом с начала выбранного периода По дельте мы видим, куда заходит весь объем рынка Если же вы торгуете Intraday или Swing, вас интересует баланс сил, который накопился в течение дня или нескольких дней Соответственно, мы заходим в пункт меню индикаторы, выбираем кумулятивная дельта и устанавливаем дневной период Здесь мы задаем количество дней, к примеру 2 дня и нажимаем ОК Соответственно, мы видим, как отображается накопление сделок на покупку и на продажу в течение 2 дней Дельта заключается в сравнении сил между покупателями по рынку и продавцами, которые стоят в стакане котировок И так же само наоборот, между продавцами по рынку и покупателями, которые ставят свои заявки в стакане котировок Данные берутся тиковые с Чикагской товарной биржи, Нью-Йоркской фондовой биржи и биржи РТС Соответственно, мы можем посмотреть накопление сил не только по фьючерсным рынкам, но и по фондовому рынку США и Московской биржи Рост кумулятивной дельты определяет желание зайти по рынку, чтобы не упустить движение А также желание взять тот объем, который находится в стакане, который сформирован лимитными заявками на текущий момент Если кумулятивная дельта нам говорит об объеме всего рынка, то дельта по количеству сделок или тиков говорит нам о количестве участников, которые заходят в том или ином направлении Данный показатель мы также можем активировать в пункте меню индикаторы Выбираем кумулятивная дельта, ставим галочку количественная дельта К примеру, выбираем один день Что мы видим? Есть моменты рынка, где данные по количеству сделок расходятся с данными по объему Это говорит нам о том, что большое количество участников, к примеру, как здесь, продает Но в то же время большие объемы заходят на покупку Для нас это достаточно ценная информация, потому что мы видим борьбу Мы видим вовлеченность трейдеров в процесс И исходя из этой информации, мы можем понять, куда может произойти выход из диапазона Мало того, такие ситуации могут приводить к смене тенденции К примеру, как здесь, очень большое количество сделок на продажу Мы можем увидеть количественные показатели, выбрав перекрестия И посмотреть на значения, которые нам отображаются выше гистограммы Соответственно, здесь мы видим, что 2763 контракта зашло на покупку по рынку больше, чем на продажу Но в то же время на 1100 сделок на продажу было открыто больше, чем на покупку И так происходило несколько дней подряд После чего был мощный ложный импульс И цена развернулась Сформировала новый тренд Также мы можем посмотреть, что происходило в диапазоне с помощью динамической дельты Она находится на панели меню в виде кнопки Выбираем данную опцию и растягиваем за тот период, который нас интересует Здесь мы видим четко нисходящая динамика по количественной дельте Много продавцов В то же время объемы заходят на покупку Эта информация дает нам больше уверенности в том, что крупные трейдеры покупают В то время как мелкие закрывают свои позиции с убытком Или возможно заходят на продолжение тенденции Часто такие формации происходят после направленного движения Когда уже много эмоционально опоздавших Либо кто-то закрывает свои позиции В то время как крупные трейдеры начинают свою фазу накопления Вот здесь мы видим после определенной нисходящей тенденции Цена находилась в диапазоне Соответственно выбираем динамическую дельту Которая называется натягивающаяся кумулятивная дельта И растягиваем по длине диапазона По мере торговли в диапазоне увеличивается объем на покупку В то же время количество сделок на продажу растет Это дает нам больше уверенности в том, что выход будет Он будет мощный И нам нужно искать точку входа Где присоединиться к крупным игрокам Помимо этого происходит на рынке ситуация Когда цена растет Но в это же время дельта снижается Как это можно интерпретировать? Соответственно мы знаем, что есть лимитный продавец И лимитный покупатель В это же время лимитный покупатель удовлетворяется продавцом по рынку Почему же тогда цена не падает? Да все потому, что появляются новые и новые лимитные покупатели Которые продвигают свои заявки все выше и выше В то время как продавцы следуют за ними Но в это же время кто-то набирает позицию на продажу Соответственно, когда цена подходит к каким-то важным уровням После такого накопления, которое длится день или два дня Цена не может так быстро преодолеть сопротивление Потому что достаточно много продавцов, которые удовлетворяют спрос И скорее всего в таких ситуациях цена отскочит от данного уровня сопротивления И не пробьет его с первого раза Такие накопления не так часто встречаются Но они есть и мы за ними следим Потому что именно в таких ситуациях очень интересно искать точку входа и вступать в борьбу Вот смотрите, тоже накопление достаточно серьезное При том, что цена продвигалась наверх И при подходе к уровню идет замедление И в любом случае какая-то коррекция происходит Также бывают ситуации, когда количественная дельта идет вниз То есть количество сделок на продажу возрастает В то время как цена идет наверх И дельта по объему не меняется Это означает, что маркетмейкер для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос Который создан лимитными покупателями Он включает роботов, которые высокочастотными сделками начинают гасить движение Можно это перепутать с толпой Но обычно толпа, она не действует Когда идут какие-то резкие движения Она выжидает, чтобы можно было уже зайти, когда цена остановится Потому в таких ситуациях и при плавном накоплении дельты, как здесь Действуют крупные трейдеры или маркетмейкеры Которые готовы остановить такое движение С помощью высокочастотных сделок роботов, алгоритмов То есть они делают это не вручную А с помощью определенных программ Можно сделать однозначный вывод, что дивергенции дельты по объему Дельты по количеству сделок, ценового движения Они говорят нам о дисбалансе О том, что очень серьезная происходит борьба между участниками И также можно определить даже направление будущего движения Исходя из данной информации Потому такой индикатор не может быть оставлен в стороне И мы его очень активно используем для анализа и построения своих торговых систем То есть мы получаем конкретную информацию о действиях участников рынка Которыми являются и хеджеры, и маркетмейкеры, и коммерческие трейдеры, и также мелкие спекулянты Главное распознать намерения этих участников и вовремя присоединиться к движению Дельта является достаточно многогранным индикатором И в каждой отдельной ситуации она показывает свою информацию Которая дополняет наше видение о рынке и о том, что будет на нем происходить Потому рекомендую использовать в своей торговле И могу однозначно сказать, что это те инструменты и те методики, которые работают на сегодняшний день Не те, которые были актуальны 20, 30 или 50 лет назад Несмотря на то, что многие трейдеры используют математические вещи, которые были придуманы достаточно давно Они также имеют место быть, но сейчас их более эффективно использовать С индикаторами, которые говорят о физике, о природе рынка О тех движениях, которые создаются непосредственно участниками И могут быть проанализированы для принятия более взвешенных решений Подписывайтесь, ставьте лайк и до встречи в следующих видео Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok